С плакатом в управляющую компанию. Жители дома номер 12 по улице Попова три недели сидели без горячей воды и ждали замены бойлера. В итоге взяли в руки краски, кусок ватмана, написали обращение и пришли под окна управленцев. Что из этого вышло и на что люди идут, решая свои проблемы, выяснила Елена Шарагина. Алло, Александр, здравствуйте. Очень бы хотелось с вами поговорить. Войдите, пожалуйста, на улицу. Хорошо. А у входа представителя управляющей компании ждал сюрприз. Возмущенные жильцы дома номер 12 по улице Попова с плакатом. На такой отчаянный шаг людей толкнуло трехнедельное отсутствие горячей воды. Всему виной сломанный бойлер. Со слов жильцов, аппарат поздно ремонтировать, пришло время его менять. В УК согласны и даже знают, как это сделать. Управляющая компания сказала, что извините, мы в плохом финансовом положении, мы не сможем его отремонтировать за счет ваших платежей. Нам говорят, чтобы мы собрали деньги и заплатили сами за установку этого нового бойлера. Стоимость нового оборудования полмиллиона рублей. Получается с квартиры как минимум 4 тысячи, в зависимости от ее площади. На вопрос, а где собственно деньги, которые платят люди каждый месяц на ремонт и содержание дома, представитель коммунальщиков показал бумагу с долгами жильцов. На весь дом около 400 тысяч рублей. Но ведь не все игнорируют платежки, разводят руками люди. Что теперь из-за должников? Всем мыться в тазике. Вам надо хотя бы с бойлером сейчас решить вопрос. А вы ремонт подъезда, у вас и канализация у вас там ремонт. Канализация у нас... А какие средства? Так, хорошо. А если предположим, так же, вот как вы. Бойлер начинает сломаться. У вас же ходят люди, проверяют, которые это. Почему они сразу же не... 30 лет бойлера. 30 лет. Представляете себе? Машин столько не живет. А уж бойлер, который находится по постоянным перегрузкам тепловыми, это вообще... В итоге людям предложили рассрочку на покупку бойлера. Ситуацию осложняет то, что жильцы общались с управляющей компанией только устно. Писем почти нет. А их всегда надо писать по любому поводу. Об этом говорит юрист Александр Вагин. Изучив историю жильцов на Попова, он похвалил их за настойчивость, но пожурил за отсутствие письменных обращений. То есть, если вы просите, прошу устранить недостаток, а вам говорят, он требует замены, соответственно, я бы сразу следующим шагом пошел бы к специалисту и сказал, специалист, во-первых, первый вопрос, нужна ли замена? Второе, если да, то сколько это стоит? И не получилось ли так, что в результате вот 10-летнего наших взносов на содержание вообще имущества, в том числе и бойлера, к бойлеру никто не подходил? Юрист предложил бесплатную консультацию жильцам дома на Попова, а директор управляющей компании пригласил к себе на разговор. Выходит, небольшой перформанс с плакатом и толпой жильцов все же принес результат. Все чаще люди для решения своих проблем выбирают, скажем так, нестандартные способы. В сентябре группа кировских мам устроила похороны обещаниям чиновников со всей соответствующей атрибутикой. Вчера активисты из Озерков пытались передать детский рисунок главному прокурору Кировской области. Психологи говорят, это непродуманная пиар-компания. В этот момент людьми движет чувство безысходности в перемешку с агрессией и надеждой. Им надоело вести себя, что называется, прилично, писать письма, ходить на приемы. Поэтому они пускают в ход все средства, ожидая, что их хоть кто-нибудь услышит. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича.